Музыка Ну что, в первой части фильма мы больше путешествовали. Посетили Янда Мазеракижи. Настало время заняться настоящей рыбалкой. Ну что, поехали! Смотри, здесь мы выставили с тобой самоловки. И заметь, такая очень интересная рыбалка. Видишь, вон они вокруг идут. Это вот как минное поле, где-то сработка. То есть ты туда бежишь. Вот я сейчас вижу. Раз, два, три, четыре выстрела. Что видишь ты, я не знаю. Но четыре выстрела это адреналин, поверь мне, побежали. Здесь дело в том, что медлить нельзя. Потому что непонятно, что там происходит с рыбой. Как она играет живцом. Всякие варианты может быть. Она может перетереть леску. Это хищный, хищник, а он сильный. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть и хорошая. Хорошая. Ни хрена себе. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Похоже, похоже, мы с тобой не зря все предыдущие дни. Ого. Похоже, не зря налим. Похоже, мы не зря все предыдущие дни занимались ловли живца. Да, дело в том, что результаты, результаты, похоже, у нас вот там с тобой. И результаты, я тебе хочу сказать. Ого. Ого. Леска стреляет в обратку. Хо-хо-хо. Слушайте, а это уже не шутки Это уже не шутки Похоже, у нас действительно поклевка И действительно, сегодня Сегодня мы, по крайней мере, испытали кайф Вот этой вот борьбы Пусть он такой и недолгий Длится всего лишь меньше минуты пока Но тут, похоже, будет интересно И благо, луночка здесь такая большая Ой-ой-ой, щука Щука-щука, но ее надо брать багром А багром мы ее не возьмем Смотри, как она там интересно взяла Она торчит изо рта у нее Рыба Там щука, и щука хорошая Она у нее поперек рта, рыба Там реальный трофей Килограмм пять, но багра нет Что делать? Как же быть-то? По традиции, настоящие карелы Багры с собой не берут А-а-а Это мой Это моя самоловка Но только настоящие мастера Обходятся без багров Рыбалка за нежью Приезжай И ты будешь с такими трофеями Ну смотри Вот мы с тобой учимся ловли на самоловке Ну разве это не достойное вознаграждение нашей рыбалки? По-моему так Что может быть еще интересней? День, два ты ловишь живца Ищешь, куда выставиться И вот он трофей Вот оно твое счастье Удачи Ну что, пойдем посмотрим Как я говорил Бежать мы уж больше не будем Потому что, честно, вот после того вот Эмоционального напряженного рывка Который я получил Ближайшие три штуки Я думаю, ты видишь их впереди Три еще сработки нам предстоит Проверим, посмотрим Я считаю, что в принципе Сегодняшний день получился неплохо Мы выставили порядка 15 жерлец И за одну ночь у нас сработало 5 Это неплохой показатель Даже несмотря на то, что пока мы всего лишь поймали одну рыбу Но посмотрим На этом-то здесь рыбалкой состоит Твое искусство И желание этой рыбы выжить Давай будем пробовать Фу, тут походу халява Хотя в прошлый раз Тоже такая ерунда была Не, слава богу Слава богу Сейчас проверим с тобой самоловку Ух ты, а там плотичка Слушай, а живец здесь неплохой И очень хорошо и грамотно поставил Ну то, как мы с тобой его учили Так мы и сделали Вот он, смотри, как самоловка бьется Здесь играет Вот, ну что ж, оставляем ее Подождем Может быть еще что-нибудь Соизволит покуситься на нашу приманку Погода сегодня замечательная И понимаешь, именно вот в такую погоду Как раз у щуки начинается активизация Солнышко начинает уже светить, греть, активизируется малек Ну а щука хищник, сам понимаешь Она начинает охотиться А здесь, здесь вот вокруг Ну реально такое рыбное эльдорадо Здесь много щуки И когда она активизируется Ну как шутят местные Без плавок купаться вообще нельзя Давай мы пока посмотрим, что здесь есть Ну что ж, давай попробуем Что здесь нас ждет Ой-ой-ой Здесь реально не кисло Здесь реально не кисло Абсолютно реально не кисло Здесь реально не кислая рыбалка Слушай, я не зря говорил, что сегодня щучка немножко активизировалась И ты сам видишь, какая здесь погода Слушай, это третья сработка нашей самоловки И поверь мне Что-то идет очень неплохое И это что-то неплохое играет Единственное, единственное, что я не могу понять, что это Ага, очень интересная ситуация Там очень похоже на поклевку на Лима Или какой-то другой штуки Но он сюда еще пришел вместе с палкой Как мы ее будем сюда заводить, я еще пока не решил Но там что-то играет Еще вот в чем прикол Что палка пришла непростая Палка пришла непростая Надо, наверное, не раздеться Я думаю, что сейчас мы с тобой разденемся И я попробую туда занырнуть А можно и не раздеваться Заодно проверим Как работает поплывок Она не пролезает Почему? Потому что лунка слишком маленькая Да Это обидно Слушай, ну а что? Что-то надо делать А делать однозначно надо что-то Потому что дело не уха Я не знаю, как у тебя Но у меня, как настоящего карела Всегда в кармане есть плоскогубцы Именно с помощью плоскогубцев Мы сможем немножко раздолбить лунку А тут небольшой лед Полметра Долбить недолго Раздолбим И возможно у нас туда пролезет рука Возможно Но не факт Вот так вот Вот так вот Иногда, иногда вместе с рыбой В Карелии ловятся вот такие странные создания Под названием палки Ну все-таки у нас край лесов Озер и рек Вот Но это не мешает нам Поймать здесь какого-нибудь такого Экземплярчика Слушай, ну не зря мы с тобой говорили Что клевщуки активировался А играет-то не хуже, чем играла Группа Земляне Опять щука Опять щука Вижу ее полосатую морду Ничего с ней не могу поделать Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Посмотри, несколько дней мы с тобой обсуждали О том, что едят жители Зоонежья Вообще карелы Одним из таких любимых блюд Ну и честно говоря, мною тоже любимых является щука. Щука в кляре. Я очень люблю это блюдо, хотя я не знаю, там, насколько оно карельское, но оно действительно у нас очень популярно. Вот. Но была у нас с тобой большая проблема. Разговоров много, а дела нет. А все очень просто. У нас не было с тобой ни одного трофея, с которого мы могли бы сделать щучье филе. Щучки, которые мы с тобой ловили, 2-2,5 килограмма не в счет. Наконец-то попался более-менее приятный трофей, с которого мы сегодня с тобой, конечно же, приготовим блюдо, о котором мы много говорили. Давай немножко сейчас соберемся и поедем уже на базу, начнем готовить щуку в кляре. Ну, вот я и акселировал нашу с тобой пойманную щуку. Получилось очень неплохо. Филе достаточно объемное и качественное. Кстати, это была икрянка, и получилось очень неплохое количество икры. Ты когда-нибудь ел свежую икру? Нет? Сейчас засолим. Да не так сложно, как тебе кажется. Все очень просто. Для того, чтобы приготовить хорошую, качественную икру, ее нужно обдать кипятком. Именно щучья икра обдается кипятком. У меня есть чайник воды, как ты видишь. Вот, заливаем ее кипяточком аккуратненько. Почему именно кипяток? Все очень просто. Дело в том, что щучья икра, она очень специфичный продукт. Ее необходимо давать кипятком для гигиенической обработки. Для того, чтобы потом ты смог ее спокойно, беспрепятственно есть, без риска для здоровья. Ведь завтра утром, когда мы с тобой встанем, мы будем кушать не геркулесовую кашу, мы будем кушать вот этот чудесный, деликатесный продукт. Вот видишь, смотри, то, что мы с тобой сейчас обдали кипятком, мы получили вот такую пленку. Она свернулась и очистила из себя полностью икру. Ну что ж, мы с тобой слили воду с нашей икры, получили вот такое вот золото. Смотри, насколько это чудесно. Это красота просто. Ну что ж, и, конечно, какая соленая икра без соли. Поэтому возьмем соль. Соль я кладу очень просто. То есть, расчет такой, где-то 400-500 миллилитров икры, 2 чайных ложки соли. Соль каждый использует свою, какая ему нравится. Тут уже вопрос личных предпочтений. Ну а дальше все перемешиваем спокойненько вилочке. И ставим спокойно в холодильник. Знаешь, есть много различных блюд, которые карелы, да и вообще просто люди, готовят из щуки. У каждого они какие-то свои любимые, какие-то уникальные. Каждый, естественно, будет хвалить то, что он любит и привык делать с детства. Не знаю, как ты, но мне больше всего нравится щука в кляре. Помнишь, мы с тобой об этом блюде говорили? В принципе, что такое кляр, я думаю, знает каждый из нас. Поэтому, в принципе, я не буду рассказывать каких-то тонкостях и подробностях. Быть может, кто-то что-то добавит от себя в этом рецепте. Я кляр делаю очень просто. Ну что, похоже, наш кляр готов. Состояние его должно быть такое вот густое, для того, чтобы он тщательно и грамотно обволакивал рыбу. А дальше все очень просто. Кусочек рыбы, сложного здесь ничего нет. Обволакиваем. Вот он у нас с тобой получился. Вот такая вот прекрасная штукенция. Да? Консистенция, по-моему, самая то. Вот. Ну а дальше на сковородочку. И вот этот приятный шкварчащий звук, он радует сердце, по-моему, любого рыболова. Знаешь, что мне нравится в рыбалке в Зонежье? Это то, что здесь все рядом и доступно. Выйдя отсюда пешком из дома, 10 минут ты на местах лова. Не надо каких-то дальних подготовок, поездок. Ты ловишь. И самое важное, ты поймал рыбу, да, и через 10 минут, через 15 минут ты уже на берегу можешь ее разделать и начать готовить. Вот смотри, то, что мы сейчас с тобой жарим, еще буквально 20-25 минут назад плавало в воде. А ровно через 10 минут мы с тобой будем есть. Не правда ли здорово, согласись? И это приготовлено своими руками, с любовью, с теплом. Щука в кляре шикарна. Ну, я сегодня пасмурно, легкий дождь. Предлагаю сменить объект на шувалова и прогуляться сегодня за платвой. Благо, как я говорил, здесь совсем недалеко. Буквально 200 метров, и мы будем с тобой на точках. Кстати, икра. Что ж, рыбалка на платву достаточно такой увлекательный процесс. Он требует определенной ловкости и сноровки. В принципе, сложного ничего нет. Ты сверлишь лунки. Желательно их заранее прикормить специальными смесями. Можно обойтись без этого, в принципе. Сейчас здесь весна. Вот, платва активно начинает двигаться, шевелиться. Здесь искать свои точки нереста. Вот она, очередная наша удача сегодняшнего дня. Вот, собственно, такая некрупная платва. Ну, крупничок, видимо, где-то в сторонке отошел. Пока такую половим. Но при кажущейся простоте ловли, вроде бы как, она берет всегда и постоянно. Поймать платву тоже не так-то просто. Она все-таки тоже хочет жить. И аккуратненько снимает приманку с твоего крючка. Поэтому нужно поймать этот правильный момент, когда она подошла, захватила приманочку. И ты ее аккуратненько подсек. Видишь, да, какие уверенные у нее потушки. Раз. Вот теперь мы с ней работаем. Вот она пошла, 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 пошла. Пошла, 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 пошла. И вот она у нас здесь с тобой. В принципе, 5 минут лова. Ой. Ай, ничего страшного. Поймаем еще. А, я тебе хотел немножко рассказать о снасти для ловли платвы. В принципе, мы используем достаточно простую оснастночку. Это тонкая леска 0,12, 0,14 в максимуме. Ну, 0,14 это уж круто. 0,12. Обычная парочка мормышек. Немножко опарыша, подсаженных на крючок. И, собственно, все. Можно ловить спокойно, без каких-либо проблем. Глубины при ловле платвы небольшие. Порядка 4-5 метров. Вот. Так что уваживание не доставит каких-то особых сложностей. Но при этом доставит массу удовольствия, потому что леска действительно тонкая. И ты ощущаешь каждое движение. Кстати, к этим местам тоже подходит и налим. Он сейчас активен. И неудивительно, и достаточно нередко здесь бывает такое, что в прилове, когда ты ловишь платву, на мормышке клюет налим. Поверь мне, ощущения незабываемые. И сегодня я уже поймал две штуки. Вот. Кайф, конечно, еще просто не передать словами, когда ты на тоненькую снасть тащишь себе шикарный-шикарный трофей. Ну, тебе кажется, что он шикарный. Поднимаешь там, да, килограммовый. Полтора килограммовый налимчик. Но на мормышную снасть это вещь. Вот. Ты спросишь, зачем столько платвы? Все очень просто. Мы в Карелии ее вялям. И потом она великолепна в течение года идет у нас в пищу. Вот. На любые праздники, угощения, друзей, товарищей. Так что всегда можно приехать и сделать себе и своим друзьям приятное. Смотри, в прилове к платве у нас с тобой есть налим. Значит, он где-то здесь рядом и он активен. Давай мы сейчас с тобой пойдем, и я покажу тебе, как ловить налима в зоонежье. Ловля налима достаточно увлекательный процесс. Ты ищешь каменные луды. Вот. Определяется это очень просто. Ты опускаешь снасть на дно, и во время постукивания ты чувствуешь, если жесткий отклик, то это камень. Если мягкий, то это илистое дно. Налима лучше стучать на каменистых хватмелях. Дальше все. Сидим и методично постукиваем. Тем самым, призывая к себе налима, он великолепно слышит и ориентируется в подводном пространстве. Вот. Ну и ждем шикарной поклевки. Налим так активно достаточно атакует свою приманку. Он ее давит, может взять в заглот, захватить достаточно жестко. И подтяжка у налима такая приятная. То есть это не окунь, который там бьет как-то. Да, даже не крупный налим весом в полкилограмма. Это такая приятная тяжесть в руке. Вот. Интересный соперник посражаться. Дело в том, что налим, когда поднимаешь его на поверхность, при подходе к лунке, он не заходит ровно, как любая другая рыба. Он начинает сворачиваться хвостом. И. А вот и поклевка. Пожалуйста. Вот то, о чем я тебе говорил. Приятная тяжесть, поскрипывание лески. Вот эти вот все ощущения, все эти эмоции. Вот они. Вот они. А вот и то, о чем мы с тобой здесь занимаемся. Ну разве это не кайф, согласись. За нежье. Я еще раз повторяюсь. Рыбалку выбираешь ты. Хочешь ловишь налима, хочешь ловишь щуку. Окунь, платва. Здесь есть вся рыба в ассортименте. Кто-то любит леща, кто-то подлещика. Можно ловить все. Рыбалку выбираешь ты сам. Ты видел, да? С момента того, как мы опустили снасть, до момента поклевки прошло сколько? Ну около минуты, не больше. Это нормально рыбалка на налима. Вот она, четко уверенная поклевка. Налим полностью бьет свою приманку. И садится на крючок. Поэтому снасти должны быть очень острые и мощные. Собственно все. Снимаем и продолжаем ловить дальше. В одном гнезде таких налимов может быть несколько десятков. Поэтому после поимки первого прекращать рыбалку не стоит. Нужно продолжать ловить дальше. А если ты удачно попадешь на налимую тропу, то их можно поймать и вообще не один десяток. Процесс рыбалки бывает так, что твоя наживка закончилась. Как быть в этой ситуации? Все очень просто. Мы достаем обычную куневую снасть. Быстренько ловим местную рыбу, которая здесь плавает. Ну а дальше делаем из нее наживку подручными способами. Аккуратненько обрезаем нужный нам кусочек об нож, ледобура. Ведь он всегда острый. И получаем нужную нам наживку. Все. Дальше насаживаем на крючок. И получаем то, что мы хотим. Вот, пожалуйста. Насадка готова. Продолжаем ловлю. Знаешь, раньше я достаточно прохладно относился к рыбалке на налима. Ну, считая ее каким-то таким достаточно пассивным методом лова. Но в этом году мне улыбнулась большая удача. Расскажу тебе историю, которой буквально два месяца. Это был февраль месяц. Поехали мы с товарищем половить налима, поискать налима, посмотреть точки. Приехали, сели. Я проследил всего одну лунку. Остановились мы вообще непонятно где и как. Вот. Ну, что-то интуитивно нам подсказывало то, что именно здесь может быть налим. Буквально через 10 минут была первая поклевка. К сожалению, налимчик сошел. Ну, скорее всего, был некрупный. Еще через 10 минут компаньон поднимает налима на блесну, потому что он ловил окуня. Налим был на 6200. Ты представляешь, налима на 6 килограмм 200 грамм. Это реально приятная машина, с которой пришлось посражаться. Ну, естественно, мы стали пить чай, отдыхать. Удовольствие получено. И тут, ты не представляешь, кто-то берет и останавливает мою удочку. Я, конечно, удивляюсь. Ну, всякое бывает. Думал, может быть, зацеп. Проходит буквально несколько секунд, и зацеп пошел. Ты не представляешь вот эти ощущения, когда у тебя леска 0,4, и ты чувствуешь бревно, которое плавно поднимается к поверхности. 10 минут, и я вижу в лунке глаз. Так вот, понимаешь, это вот весь прикол рыбалки в зонежье. Сидишь вот так вот, мирно беседуешь, и тихонечко полавливаешь налима. Так вот, слушай дальше. Тащим мы этого налима. Лунка у нас небольшая, 130-я. Я вижу рыбу, которая подошла и не влезает в 130-ю лунку. Рыба не заходит. Мы с напарником в шоке. Достаем багры, пытаемся багрить ее. Один багр сломали, второй багр разогнули. После этого что делать? Принимаем решение, раздеваемся и пихаем руку в лунку. Дело в том, что у налима нет зубов, и можно спокойно взять его за челюсть и держать. В итоге что получается? Один опустил руку в лунку, и держу. Напарник рассверливает рядом. О, подожди. Похоже, еще один. Вот за что я и люблю рыбалку в зонежье, что не дадут толком рассказ-то рассказать тебе. Так вот, полчаса борьбы. Вокруг просверлены три лунки. Мы вдвоем хватаем рыбу за жаброй и вытаскиваем ее под крики. Под крики счастья. Потом взвешивание показало, рыба была 11 килограмм. Полчаса несказанного удовольствия. После этого я влюбился в рыбалку на налима и стал ездить в том числе и сюда в зонежье намного чаще. Потому что здесь можно реально половить и поймать тоже действительно трофея. Так что пробуй. Удача улыбается каждому. Приятное такое волнительное легкое ожидание поклевки. Вот ради этих эмоций мы ездим на рыбалку. А ради эмоций положительных от пойманной рыбы и наслаждения природой в комфортных условиях мы едем в зонежье. Вот сход, сход, сход. В этот раз сход. Знаешь, в рыбалке в зонежье есть одна особая отличительная черта. Здесь нужно вовремя остановиться. Иначе просто это уже превратится в заготовку. Ведь рыбу нужно не только поймать, ее нужно еще и обработать. Да и зачем ловить больше, чем можешь съесть? Ведь завтра можно приехать сюда снова и снова поймать себе рыбы. Еще одно блюдо, которым я хотел с тобой поделиться, и которое я люблю готовить здесь в зонежье, это свежекопченый, свежепойманный налим. Рецепт копчения очень прост. Берем свежего налима, слегка подсаливаем. Пока он лежит и солится, мы готовим коптилку. Коптилку подбираем нужных размеров, строгаем туда ольховую стружку. Кто-то добавляет можжевельник, я можжевельник не очень люблю. Дальше укладываем на решеточку рыбу, предварительно смазав ее подсолнечным маслом, чтобы она не прилипала к решетке. Выкладываем ровно столько рыбы, сколько тебе нужно. Растапливаем костер, здесь есть все условия для этого. Ставим коптилку на огонь, и через 40 минут божественное блюдо готово. Смак этого блюда в том, что есть его нужно горячим. Поэтому подается к столу, к дружной компании, готовится благо 40 минут. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Сергея. Хозяина гостевых домов, белый шоколад и крестики-нолики, в которых я всегда останавливаюсь, когда приезжаю в зонежье. Продолжение следует...